Жизнь, и вы готовы переступить эту границу. Я прошу вашу честь, приступайте. Уже на 19-й день пребывания на острове Сергей и Аня решили, что поженятся прямо здесь. Все понимали, что если брак все-таки будет заключен, кому-то из молодоженов придется выйти из игры. Но их это не остановило. Казалось бы, это все случайно и могло получиться по-другому. Но я все-таки вижу в этом какой-то добрый знак, что из этой лотереи мне вы получили счастливый билет. Трое людей, которые мне глубоко симпатичны на моей свадьбе. Очень рад, ребята, что вы с нами, что вы здесь. За нас, Тибуронов, за наш остров, за игру, которая нас свела. Теперь в племени акул остается четыре человека. Но только один из них станет последним героем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одинцов, а ты что, не настоялся, что ли, или ведь лучше? Нет, я не захочу испечь Вот так вот, да, отецовка, вот так вот. Чего все так трещется? Город! Это действительно землетрясение. В эпицентре, расположенном в 50 километрах отсюда, сейчас почти 6 баллов. До нас оттуда докатилась морская волна высотой метров в 10. Ощущение не очень приятное. Ночью было землетрясение. Я лежала и подумала, что лезет леденцов, ложится. Обычно, когда он лезет, так же ты и учатается. Совершенно подобно. Я был в это время на берегу, сидел на песне, и думал, что это подобное землетрясение. Потому что так классно подпрыгивать землю вообще. Я сидела в руке, у меня было ощущение, что кто-то сзади подошел, начал его трясти. Я еще так обернусь, говорю, хватит, потому что за шутки, такие дурацкие. Потом я понимаю, что сзади никого нет, стою на ноги и понимаю, что то же самое происходит с землей. Мне стало не хорошо. На самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И песня, ты знаешь, я полистала. Это еще мои родители были молодые, я помню, я была маленькая. Вот они всегда собирались в гости, когда там гости приходили, они уехали в гости. И всегда пели эти песни. Не забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы тогда-то не допели. Да, я родилась в Москве, в районе метро Бабушкинская. Потом мы переехали сразу на выкуп, сказать, ой, калибри, смотри. Ой, здорово. Когда-то эту заброшенную индийскую хижину нашли Наташа и Борис. Жить здесь нельзя, но даже на необитаемом острове иногда хочется уединения. Это очень агрессивный город. Да? Да. И если у тебя будет успех, там все в степени возведено. Если тебя будет вести, тебя будет вести там в степени. И также провалы какие-то могут быть тоже очень серьезные. Там все очень-очень так сильно. Понятно, где ты родился? Родился я очень далеко, в Таджикистане, в Душамбе. До третьего класса выучился. Потом был военный конфликт, гражданская война, и мы переехали в Россию. Это, наверное, опасно было, нет? Да нет, это то, что было опасно. Какие времена были? Просто я не застал, на самом деле. Самый разгар, уехал в самом начале. Времена такие были, что ночью просто активизировались там все эти люди с пистолетами, с автоматами. Вокруг каждого дома сожигались, допустим, тишины, покрышки. И стояли люди, тоже давалось оружие табельное, ну как людям, которые даже не умеют обращаться с оружием. Просто, чтобы дом охранять, чтобы ничего там не взорвали. Уехал я один, причем, а родители остались. Вот это, наверное, самое такое страшное было. Ты единственная дочка, да? Знаешь, да, к сожалению. Вообще родители уже... Такая может быть только единственная. Ой, спасибо. Родители на самом деле сильно жалеют, что они как-то вот в тот момент не решились еще на ребенка. Ну, было трудно, я понимаю, они как бы тянули лямку, и так трудно было им, и куча родни. У меня мама 12-я, можешь себе представить? 12-й ребенок? Да. Когда меня спрашивают, вот твое, так сказать, понимание и счастье. Вот я сразу себе рисую такой дом, терраса, самовар с бубликами и большая-большая семья. Да, самовар с бубликами. Ну, а еди запретная тема, говорить не будем. Да, я не знаю. У меня, да. Я знаю, что вы очень устали. Осталось совсем недолго, всего три дня. Правда, они и будут самыми сложными. Перед решающей битвой местные индейцы наносят на себя боевую раскраску. Вы можете сейчас это сделать. Чтобы выиграть это испытание, участники должны пройти через Пальмовую аллею. Они пойдут по следам своих ушедших друзей и, надеюсь, вспомнят о них на этой дороге. Субтитры создавал DimaTorzok 36 дней этот остров испытывал их на прочность. Ждать осталось недолго. Сегодня победит тот, кто выстроит до конца. Он и получит защитный тотем. Тот, кто отпустит руку, должен будет уйти. Я вас предупреждал, что теперь главное выстоять. Мы начали. По дочке скучаю вообще. Интересно, узнает он меня или нет? Соменился не один сезон, а они все стояли, стояли. Для тех, кто спустится, или для тех, кто сможет достать. А можно так достать руку этих случайностей? Можно, только не рискуйте. А можно ногой достать? Ну, я же сказал, что можно. Давай, попытаемся. Ногой. Мы сейчас взлетим сейчас. Девушки, только после вас. Красиво поставить. Да. Смотри, чтобы не свалился. Мы вдруг поняли, что они могут так простоять до утра. Пришлось по ходу усложнять правила. Пределы вашего терпения, они совершенно безграничны. Поэтому сейчас я предлагаю вам всем поднять левую ногу и продолжать испытания, стоя только на правой. Какая птичка так стоит? На одной ноге у школы появится. Я уже не знаю, как еще усложнить им жизнь. Сейчас будет самое трудное. Нужно будет отпустить руку и без опоры, с завязанными глазами, сохранять равновесие на одной ноге. Тому, кто коснется рукой столба или заденет товарища, придется выйти из игры. Мы сейчас отпустим руку. Отпускаем. А вот это было очень опасно. Не знаю, кто из нас больше испугался. Я или Инна. Чувствую, что происходит. Упал. Нога немела правая просто. Корни, наверное, пустила. Спинек. Слезай, Ваня. Касание. Ань, перескуешь рукой коснуться Одинцова. Сова, будь осторожней, Сова. Ага. Помнишь, где он стоит? Ага, с лукой. Здесь не может быть рука Одинцова. Аня. Слезайте. А-а-а! Готовьтесь к совету. Сегодня. Дождь усиливается. Погода все хуже и хуже. Я предлагаю сразу заступить к голосованию. Давай, давай. Сегодня я голосую за Аню. Фактически поддерживаю причину, что я за Сайкина и Сергеев. Потому что они уже выиграли то, что нельзя было выиграть по-другому передачу до них никому. Поэтому я голосую, чтобы, может быть, Аня смогла уйти сегодня к Сергееву. Нельзя долго разлучать. Женой с мужем, мужа с женой. Вредно. Анна. Анна. Аннушка. Анюта. Нюша. Как же Сайкина, ты бы злой. Мне достаточно сложно делать сегодняшний выбор, потому что, на мой взгляд, все оставшиеся люди в нашем племени достойны. Но на сегодняшний момент, мне кажется, что Ване больше нужна моя поддержка. Надеюсь, Сайкина меня поймет. Ждать осталось недолго. Аня. Инна. Аня. Один голос против вас, сына. Два против вас, Аня. Все решит последний. Аня. Можно я скажу? Ребята, мне кажется, я, ну, может быть, единственный человек, который уходит отсюда с легким сердцем. Сегодня здесь остались только самые достойные люди. Я хочу каждому пожелать удачи. И пусть победит сильнейший. Я, кажется, даже знаю, почему они приняли это решение. Решение принято. Счастливо. Вы приняли решение. И, по крайней мере, я знаю одного человека, который точно будет вам благодарен. Это Сережа, который два дня назад стал Аниным мужем и ждет с ней встречи. Удачи. Я очень рада, что моя судьба привела меня на этот остров. Что я узнала очень интересных людей, которые обогатили меня, мою жизнь. Я счастлива, что моя звезда позволила мне соединить судьбу с любимым человеком именно в этом месте, на Карибских островах. Я думаю, что это еще будет семейной легендой. И старенький Сакин будет рассказывать своим внукам в очередной раз о том, как они с бабушкой смотрели друг на друга в венок и потом все-таки встретились и поженились. Расстановка силы в лагерь, где три человека, очень простая. И просто, опять же, остается оппозиция, которая я, несмотря на то, что всего три человека. И основная власть все-таки это Одинцов и Инна. Вот она, замечательная хлебная девушка. Вот она еще одна замечательная девушка. Мне кажется, Сережка Одинцов занервничал. Занервничал, потому что уже, наверное, где-то в голове держал. Это лидерство у себя в голове держал. И сейчас им очень трудно смириться с тем, что этого может не произойти. Конкурент номер один – это Ваня. Но Ваня, я испытываю к нему симпатии. Он счастливчик, он везунчик. Ему везет. Сережка, перед тем, как еще один из вас покинет остров, найдите на берегу то, что позволит вам посмотреть на себя другими глазами. Только если тит, то сейчас, потому что скоро дождь начнется. Всем надо идти. Да, все пойдем. И! Пошли! Инна! Ребята! В моей жизни не было такой практики, чтобы я такое количество времени смотрела на себя. То есть, ну, и вообще я как женщина, и профессия моя, она как бы подразумевает более частое применение этого, этой вещи, как зеркало. Да. Я очень сильно похудел. Ну, как бы, очень сильно ко мне неприменимо похудеть, потому что я и так худой. Но, в общем, я похудел относительно того, что было. Вот. У меня изменились черты лица, я думаю. Но у меня такое ощущение, как будто это такой человек, совершенно другой, не тот, который представлялся мне, вот, когда я пытался представить себя. Да. Да, еще выросло-то выросло. Одинцов больше всего удивился, когда увидел себя, потому что у него, конечно, формы сильно изменились. Он раньше был намного больше, просто, по размеру. Вот. Сейчас похудел. Намного сильнее, чем я. За то время, пока Ваня не был дома, он похудел на 4 килограмма. Сережа Одинцов на 14. Его вечный оппонент, Саша из Киева, тоже на 14. Писатель Сергей Сакин на 10. А третий Сергей, бухгалтер, всего за 15 дней на острове сбросил 30 килограмм. Это прелесть, конечно. Сегодня я буду задавать вам вопросы о тех людях, которых уже здесь нет. Победит тот, кто ответит правильно на большее количество вопросов. Вопрос первый. Чай-то майка? Наташа Тен. Правильно, это майка Наташа Тен. Первым ответил правильно Ваня. Помните ли вы, кто покинул остров пятым? Терещенко Сергей? Да, это был Терещенко. Первым ответил Ваня. У тебя два правильных ответа. Помните, когда Солованский выиграл 24 часа на яхте, к нему приезжала жена Оксана. Ваня, кстати, был в гостях. А потом она приезжала на остров, и у них была такая небольшая экскурсия. Что во время этой экскурсии Саша Целованский положил в сумку своей жене? Ракушки. Да, положил и ракушки, которые он собрал на острове. Первый ответил Сережа Анинцов. Один правильный ответ. Когда вы плыли сюда на корабле, что делал до высадки Сергей Терещенко? Он крестился или проверял температуру воды? Крестился. Да, он крестился. Первый ответил Инна. Так, у Сережи и у Инны. По одному правильному ответу Ваня. На каком инструменте играла Ирина Фурманова? Орган. 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 Правильный ответ Ваня. Вопрос такой. Как вы думаете, кому оставила черную метку Надя Семенова? А вы как думаете? Одинцова. Мне кажется, мне. Одинцова. Да. Даже хорошо думает о себе и о Наде Семеновой. Нет Сакина, действительно. Сакина? Откуда ты знаешь это, Ваня? Они просто конфликтовали будущее на разных островах. Да, ты прав, Ваня. Сакина и Сергей. Итак, у Вани три. Два у Сергея, один у Инны. Но это вопрос, на который, наверное, Одинцов будет легко ответить. Подозревал ли Александр Морозов о сговоре, в результате которого племя Лагартос проиграло испытание полоса препятствий? Он действительно не подозревал Одинцов. Был первый правильный ответ. Следующий вопрос. На что собиралась потратить эти три миллиона? Наташа Тэн. Для телевидения. На нужды каких-то детей, по-моему. На учебу в Америку хотела? Нет, она хотела для кинематографа, для поднятия этого. Для нуждающихся. Черт. У нее была мечта поехать в учебу в Америку. Кинематограф, нуждающийся, учеба в Америке. Наверное, вариантов у нее было действительно много. А правильный ответ только один. Она хотела потратить эти деньги на учебу в Америке. Ваня! Ты победил. Садись. Мы на месте совета. Вас осталось трое. Ваня имеет защиту. Вы двое. Не можете голосовать против него. А можете голосовать только друг против друга. Понятно, что сейчас судьба вас двоих зависит от того решения, которое примет Ваня. Вам голосовать бессмысленно. Я не знаю, Ваня, трудный ли это для тебя выбор, или нет. Тем не менее, обычно племя решало судьбу одного. Сейчас ты совершишь общую судьбу племя. Я прошу тебя пройти туда, и как обычно, писать имя того, кто должен сегодня уйти. На самом деле, это очень тяжелый выбор. Пожалуй, самый тяжелый из тех, что было на всех голосованиях, на всех советах племени у меня. Потому что гораздо приятнее в смысле психологическом и в смысле человеческом, не им. Но я думаю, что будет справедливо оставить в финале двух людей мужского пола, оставить борьбу им, потому что я просто не смог бы бороться за этот приз с именем. Сегодня здесь только один голос. Сейчас мы узнаем, что на этот раз покинем тост. Это именно. Спасибо. 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 Для меня вообще большая честь, что я оказалась в финале с вами такими интересными, яркими, достойными. Я хочу сказать, что иногда не поражение, иногда победы ломают людей. Я хочу, чтобы вы прошли через все трудности, которые будут у вас в жизни. И чтобы вы остались яркими, интересными и достойными. Удачи вам. Счастливо. 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 Ну что ж, вы сами этого хотели. Остались двое мужчин. В этом смысле, твой выбор, Ваня, конечно, честный. Я желаю вам удачи. Забирайте факелы. На судьбе за то, что я попала на этот проект. Здесь были свои горести, свои радости. У меня были срывы, были моменты торжества. Было все то, что бывает в той большой, огромной жизни, на большой земле. Я очень счастлива, что два человека, в которых я верила больше всего, сошлись в финале. И потом, я не знаю, или рейтинг, или удача, или что-то еще, решит их судьбу. Кто-то из них станет последним героем. И Сергей, и Иван мне очень симпатичны. Я считаю, что они оба достойны быть последними героями. Но, тем не менее, останется кто-то один. Я еще раз хочу сказать, что я очень благодарна судьбе за то, что вот такая грандиозная авантюра была в моей жизни. Спасибо всем большое. Я надеюсь, что я никого не обидела. Здравствуйте. Привет. Вот наконец-то в гости ведущий приехал. Серега? Вот. Первый и последний раз. Здорово, Серега. Как вы? Да, нормально. Порядок приводит. Собираетесь? Да. Собрались. Мы хотим оставить в следующем органзоне. Ребята, пришла последняя почта. Наверное, было бы хорошо, если бы вдвоем за ней сходили. Время пришло. У каждого из вас есть 15 минут, чтобы проститься с острым. Ну вот и все. Последний день здесь. Что-то так немножко грустно. На душе. Опять так вот. Хочется домой, как-то. И пуска берет. Я, будучи здесь 39 дней, настолько привык к обстановке вокруг, что вот эти пальмы, они уже, кажется, не пальмами так, как они казались сначала, а какими-то березками или елками, которые мы привыкли видеть в российской глубинке. Сейчас только понимаешь, что будешь скучать по этому острову. По этим людям, которыми... на последней финишной прямой оказался. Хотелось бы в нормальной жизни поддерживать с ними отношения. Я, когда отсылал анкету на эту игру, совершенно не подозревал, что я дойду до того момента, где я сейчас нахожусь, до самого конца игры. И в течение всей игры никогда я не был уверен в этом. И очень рад, поэтому, что ни разу не изменил своим принципам, которые у меня были на этой игре. И, по сути дела, формировались именно здесь. Как у любого человека здесь, кстати говоря. Я могу говорить с этого. Вот во мне борются дьявол и ангел. Вот. Вот дьявол говорит, сделай так, и ты будешь победителем. Ангел говорит, не делай так. Нужно делать. И вот часто некоторые люди говорят, вот, про какого-то человека это настоящий мужик. И я, я часто слышал это от Инны. У Инны очень много друзей, как она, это настоящие мужики. И вот я вот хочу, не знаю, может это как-то наивно выглядит, будь жизнью не совсем подонком, а хочется, конечно, приблизиться к настоящему мужику. Вспоминая слова Целованского, цель не оправдывает средства. Мне очень приятно, что мы ушли отсюда. Ну, я ушел отсюда тем, кем я хотел отсюда уйти. То есть человеком, который не оставил плохих воспоминаний у людей, которые покидали этот остров из-за того, что я хотел здесь остаться. Ну вот, этот день наступил. Садитесь. Вас двое. Один из вас точно уже сегодня убедит. И один из вас совершенно точно получит эти 3 миллиона. Как вы ими распорядитесь? Вчера об этом говорили. Первое, что я сделаю, я заведу второго ребенка. Потом третьего. Вот. Чтобы содержать семью, нужный день. Ну и, конечно же, начать какое-нибудь дело. Понятно. Но, тем не менее, когда мы говорим о последнем испытании, да и о любом другом, все равно, конечно, я думаю, подсознательно человек думает о чем-то таком, чего он боится. Вы, наверное, тоже подумали о чем-то таком, чего вы боитесь. Потому что даже герои, даже последние герои чего-то боятся. Есть вещи, которых вы боитесь? Очень тяжело оставаться таким, каким ты есть. Еще тяжелее. изменить себя в лучшую сторону. И единственное, чего я боюсь, стоя на острой грани между хорошим и плохим, это что зло заберет меня в славе в сторону. Сейчас вам предстоит самое важное, самое последнее испытание. Я желаю пройти вам это испытание достойно. Будьте мужественны. все эти люди остались здесь. специально, чтобы дождаться этого последнего совета. Они остались здесь, чтобы решить вашу судьбу. Потому что сегодня, как и всегда, судьбу одного решает племя. Я хочу дать каждому из вас задать один вопрос тем, кто здесь сидит. Начнем с вас, Игорь. Вы первым покинули остров и всех присутствующих. Первый вопрос к Сергею Одинцову. Сережа, сколько рассветов ты встретил на острове и какой тебе самый запомнился больше всего? Я встретил все 39 рассветов. Я почему-то просыпался так всегда рассветом. И самый рассвет мне запомнился. Ты, наверное, первый. первый рассвет, когда было холодно и шел дождь. Илья ждал этого рассвета. Ваня, твоя самая заветная мечта в жизни? Наверное, чтобы не было в этом мире войны. Чтобы был мир на земле. Не жадно. Первый свой вопрос я хотел задать Ване. Была ли у тебя какая-то тактика, стратегия в ходе всей игры? У меня не было тактики на протяжении всей игры. А если она была, то она заключалась в том, чтобы такой тактики просто не было. Чтобы твои решения были твоими, а не того человека, кому-то обещал принять решение в одну или в другую сторону. Сергей, ты, наверное, один из немногих участников, который ставил себе целью победить. Опиши, пожалуйста, свои ощущения. Ты в пяти минутах от выигрыша. У меня бешено колотится сердце. Готов вылететь сейчас из груди. Что я сейчас чувствую? Спасибо. Саша, вы высказывали? Сердце не в одно тебя колотится бешено. Я думаю, что и у всех. Сергей, скажи мне честно, что важнее? 100 тысяч получить или прожить эту маленькую жизнь, но как-то в ладу с собой? Более недавно я понял второе. Ваня, вот ты получишь 100 тысяч, а не боишься ты их получить? Представляешь, какие-то друзья изменили тебе отношения. Как-то ты на мир будешь по-другому смотреть. Это вообще-то очень сильное искушение 100 тысяч на руки. Единственное, чего я боюсь при получении такого большого приза, это именно того, что люди будут видеть во мне нечто другое, нечто связанное именно с этим призом, а не то, что я из себя представляю, в точку на самом деле задал вопрос. Я считаю, что вы достойны обоя получить эти деньги. Желаю вам удачи. Наташа. Первый вопрос Сергея Одинцова. Сережка, ты сегодня спал ночью? Или у тебя была бессонница? Бессонница. Скажи, пожалуйста, можешь ты нам сказать, о чем ты сегодня ночью думал? Вот честно, вы не поверите, но я вспоминал вас, кстати, всех. О нас думал? Да. Еще я хотел, если мне суждено проиграть, чтобы не хватило мужества, это достойно принять, да. Поэтому я ворочался и не мог засунуть. Ваня, скажи, пожалуйста, были ли у тебя такие поступки здесь на острове, которые бы ты не совершил, оказавшись еще раз на острове? Да, был один такой поступок, и это не лицемерие сейчас, Наталья. Поступок этот заключается в том, что я не уверен в своем решении насчет Бориса, который ушел, благодаря мне тоже. Сережа. Братец Серега, тебе сначала. Мы с тобой уже почти родственники стали за время игры. Когда ты будешь пересекаться с кем-то из участников, или даже не пересекаться, а просто смотреть серии и знать, что кто-то из нас смотрит сейчас телевизор, тоже смотрит очередную серию, ты не покраснеешь? Мне кажется, за что-то будет место. Вань. Братец Ваня. Кого бы ты хотел сейчас видеть рядом с собой сидящим? Из нашей семерки. Из нашей семерки я хотел бы видеть сидящим здесь чисто с человеческой стороны Ваню либо Инну? Ваня. Первый вопрос Сережа. Самое сложное решение, которое тебе пришлось принять за эти 39 дней? Мне кажется, когда я вычеркивал Ируфуру. И, Ваня, вопрос такой. скажи мне, кого ты стал считать после игры своим другом? Вообще, появился ли такой человек, которого ты можешь назвать другом таким настоящим? Да, это ты, Аня, это Инна и это Саки. Инна, вы ушли совсем недавно. Я недавно. Ребят, было ли что-то за эту игру, что вы приобрели и что навсегда останется золотым фондом вашего сердца? Это вопрос к вам вдвоем. Я думаю, да. После того, что мы прошли на этом острове, я опять же утвердился во мнении, что мы должны быть самими собой в любой ситуации. И, извиняюсь за пакетность, мне кажется, я тому пример, что я постарался не изменять своим принципам ни разу и дошел хотя бы до финала. Хочу сказать, что я благодарен судьбе попав на эту игру. Благодарен судьбе, что я встретил столько разных, столько удивительных людей. Эта игра поможет мне лучше разбираться в людях. Но не спешить с выводами, конечно. Первого января. Эту неприятную процедуру выбора. Я надеюсь, вы еще не забыли, как это делается. Только сегодня вы будете писать имя не того, кто должен уйти, а того, кто должен остаться. Начинаем с вас, Игорь. Вы первым покинули остров. сегодня завершающая стадия всей игры, очень радостная стадия. и обе кандидатуре достойны стать последним героем. Мне все-таки кажется, что последним героем должен стать именно Ваня. Несомненно, и Сергей, и Ванька достойны звания последнего героя, но последним героем станет только кто-то один из них. Я свой голос отдаю за Ваню. У него была очень красивая игра. Мой голос Ваня. Честно скажу, что действительно игра может называться последним героем. потому что с моей точки зрения победили два человека, которые действительно среди нас были самыми лучшими выживальщиками. Пожалуй, это самый трудный выбор мой за всю игру. Вот есть разум. И объективно я понимаю, что Ваня делал очень много в лагере. Он выиграл шесть конкурсов. Но сердце я не знаю, что я нашла потенциально. Косноязычен, да. Порой невежествен, да. Учиться и учиться человеку надо еще, да. Но сердце до самого последнего момента не знало, кого выбирать. И когда пришла сегодня на совет и посмотрела каждому в глаза. Сердце сказало голосуй за Сергея, потому что может быть сердце это Бог, Сергей, я хочу тебе сказать, если ты выиграешь, пожалуйста, не обмани моих ожиданий и пускай эти деньги никогда тебя не испортят и не сломают. И пусть это испытание, если оно тебе выпадет, не окажется для тебя непреодолимым. Насколько я знаю детали Серегиной биографии ему вообще-то полагалось звание героя России. Уже один раз был прецедент. Так что восстанавливаю справедливость. мне ужасно сложно сделать сегодняшний выбор. И, честно говоря, трясутся руки и бешено колотится сердце. Я считаю, что оба человека, которые вышли в финал, достойны стать увидите как-то страшно решать славу нашей судьбы. Просто без золота. Какие-то его достойны. Пожалуйста. Молодец. ждать осталось недолго. прежде, чем все решится, я хочу сказать, что эти 40 дней, которые мы провели здесь, были очень важным к искам жизни для всех и для меня тоже вне зависимости от того чье имя сейчас узнаем эти голоса за сергей ваня который за 40 дней стал ивана иван сергей ваня сергей ваня и последний голос который сейчас лишится последний герой сергей сергей а а а а а а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я готов кричать, бегать от счастья, прыгать Как-то еще не укладывается в голове Я не представляю эту сумму Я знаю, что в будущем с этим выигрышем Мне предстоит новый экзамен жизни, судьбы И я не хотел бы терять этих людей, которые сейчас голосовали против меня и за меня Чтобы не потерять голову Я хочу с ними видеться, насколько это будет возможно Я желаю себе, чтобы у меня не сорвало голову, чтобы я держался в руках И хочу, чтобы больше во мне было добра, чем зла Хотя деньги я слышал, портят людей Но как это все будет, увидим Вот и все Оставься в живых Отчаянных всех Ни свой, ни чужой Последний герой Все то немногое Начетное не станет Когда любовь и слезы не дороже хлеба И кажется, что до земли добраться в плак Возможно, тем, кто по воде уходит в небо Оставься в живых Отчаянных всех Ни свой, ни чужой Последний герой Последний герой Редактор субтитров А.Семкин